Так, давайте-ка посмотрим, что вышло на этой неделе. Хммм, мод ОПА, ништяковый меч, это нам надо. Дальше идём. Что это такое, Бладбэ? Гольф в Скайриме? Мда. Это что такое? Господи, Таносы, Сиски, Пыски. Ладно, дальше. Ну-ка, что-нибудь годное дайте мне. Мда. Верблюды. Ясно. Ага. Мммм, как замечательно. О, топор, да топору. Это нам надо, это нам надо бы. Ау, ля какой. Раф. Ну-ка, ну и шо ты делаешь? Топор дровосека. Допустим, простой замедель топора. Ага. Вы можете посмотреть его в режиме реального времени здесь. Ну-ка, чекнем. О, 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 появился, смотри. О, о, ништяк. То есть, перед установкой я могу его так посмотреть. Да, какой. Обалденно. Неплохо, неплохо. А теперь посмотрим его в игре. Чертополох. А, шо. Опа. Готово. Да, какой красивый топор, ребята. Я думаю, это один из лучших ретекстур топоров, колунов, когда-когда-либо создаваемый людьми. 4К, соответственно. Мы уже видели все на 3D-модели. Он точно такой же. В игре даже лучше выглядит со всеми этими освещениями. Вот. Днем и ночью. Ну, думаю, знаете, не совсем-то это по лору. Надо быть такому качественному топору в это время, да? Он больше похож на современный какой-нибудь, где Дайзи, там, Дэду, где там сражаются со зомби. Вот. Типа такой современный топор, да, весь такой гладкий. Хм. Ну, все же, неплохо. Мне нравится. Ты-то сам придумал. Шо именно, а? Маленький. Ну, ребят, следующий мод у нас идет сразу чередом, поэтому... Это анимация наносимых ударов. Она изменена. Если вы поиграете в обычный скурим, у вас анимация с одноручным двуручным мечом будет немного другая. Е... Этот мод меняет анимацию одноручного и двуручного меча. Вышел он тоже на этой неделе. Я вам сейчас покажу видео самого автора. Но почему-то у меня на двуручном оружии оно не работает. На луке вроде бы работает, но... Именно на двуручном этого у меня нет. Я, видимо, что-то не так установил, что-то не так сделал. Оно у меня перестало работать и вообще как бы не робит. На одноручном вроде есть. И вот, смотри. Маху. Маху. Она сражается по-другому. Сейчас, короче, покажу видос. Вы там все увидите конкретно. Ну, вот тут вот, кстати. Ты можешь наблюдать, как флекс этот маленький. У него анимация там по всему оружию, по всему телу разные моды установлены. Поэтому не совсем понятно. Но, я думаю, вы видите, как он сражается одноручным оружием, а анимация совсем другая. Он его переворачивает в разные стороны, как я говорю, табару, и пытается так сражаться. Это, конечно же, не самая лучшая анимация одноручного оружия. Но все же они вышли на этой неделе. Автор старался. И для катан подходит в самый раз. Возможно, кто-нибудь отыгрывает, а коверится. Поэтому, этому, есть место быть. Шо, Мауэбат. Следующий мод, ребят, нас приводит в Драконий предел. Здесь мы должны найти Фарингеря. Тайного мага. Он продает, значит, ценовые заклинания. Где? Не понял. Че обалдел? Дубль два? Дубль два? Ужу... А, так, значит, ребят, мы должны пойти к Фарингеру. У него вы найдете новые заклинания по призыву ништяковых, бактрийских и драмандеров. Верблюдов, в общем, надеюсь, вы знаете, кто это, потому что я... Нет. В общем, вот они. А, Б, Ц. Это верблюд. И, конечно же, наш с вами драмандер. Не знаю, кто это, но мы сейчас посмотрим. А, Б, Ц. Возьмем А. Спел Том Коньюра Бактюн Кэмэл. Самон Бактюн Кэмэл на три... Короче, на один час можно вызвать его. Вот. Возьмем одно это. Одно это. Готово. Так. Заткнись. Так. Изучаем. Применяем. Обе руки. Смотри по сторонам. Да, смотрю я по сторонам. Помни, твой разум, твое. Че он там сказал? Важное оружие. А самое важное. Интересно, если бы я был в Скайриме, кем бы я был из-за принципа ядра? Продолжение следует... Продолжение следует... Следующего мод, ребята, вы должны ввести в консоли команду для призыва меню предмета... Меню расы, да? Чтобы поменять его на новую расу по имени Нага. Знаете, наверное, этих тварей, да? Вот на этой неделе вышел такой мод... Чё с челюстью? Господи, шо такое? С этими Нагами. У них звуки, голоса как у Арганян, потому что не сделали им еще новые голоса. Возможно, в дальнейшем автор будет дорабатывать этот мод. Но вот вышла такая балдулба. Давайте посмотрим. Например, на тебя. Вот. Вот такой пирожок вышел. Довольно необычный. Вот. Такой длинный. Он, знаете, похож на вот этого. Тупо копия червячка. Наверное, это будет обидно Нагам. А уж сорян, уж сорян, шо покложе. Но вот этот силуэт мне очень сильно это ета напомнил. Ра какой. Тупо пиранья. На башке. Ха, шо. Следующий мод, ребята, вот такое вот оружие. Оно уже когда-то давным-давно было сделано автором. Но он его обновил, добавил 8К текстур, исправил пару деталей. Это у нас Скорпион. Новый Скорпион. Оружие. Очень эпичное. Когда-то давным-давно я с ним около полугода гонял. Оно не надоедает. Его текстуры настолько прекрасные, вписываются в мир игры, ребята, шо. Просто божественный. Ну вот самое все, видите, я вам и так, и так показал куется в обычной кузнице. Вот. Шикарно. Могу даже на 3D модели показать. Как бы изи. Ах, убьем тебя. Колдунья. Смертба. Оттого. Левел. Смотри на 3D модели. Я какая балдулба. А 3D модель весьма неплохая. Смотри. Прям можно чётенько разглядеть каждую детальку. Да какой остренький. Похож на настоящий. Вот он. Нормалды. 8К. Все дела. Текстурка. Отличная, ребят. Можете сами заценить на 3D модели. Я как приблизил. Ксак, ты в норме или обкурен? Понимаешь, ЧП? Это трудный вопрос. Нормален ли я? Я искренне уверен, что следующий мод, ребят, вам понравится. Потому что автор над ним работал очень долго и очень кропотливо. А он ещё об этом и сам и написал. Я вам потом покажу. И главное, он создал новую менюшку, как в сказке. То есть он анимировал её. Он её, в общем-то, сделал совершенно другой. Вот. Покрасил в очень приятный цвет игры. Приближённый к... Обливёнокста. Да? Не напоминает вам об этом? В общем, при заходе в игру, после установки мода, в общем-то, всё кидаете в дату. Всё то же самое, ничего сложного. У вас вылезет вот тут вот где-то посередине ошибка. Вы просто окей, окей, увайд, нажимаете и всё. А это всё потому, что этот мод, эта менюшка, всего лишь на бета-тестирование. Но сам факт того, что она на этой неделе вышла и будет продолжаться улучшаться, это обалденно. Смотрите, как приятно. Не знаю, как вам, но мне это заходит. И потому что надоело уже этот самый серый. Использовать вот такая вот менюшка для него уже надоело. Хочется что-нибудь новенького. И вот она, пожалуйста, замена пауки. Всё очень выглядит приятно. Значит, давайте теперь перейдём к самому моду, к автору, что он написал. Значит, ребята, вот у нас с вами Nexus. Вот она тема для SkyWay. В общем, новые моды, вот вы можете прочитать. Само название мода. И чё пишет об этом сам автор? Вот то, что нужно прочесть. После многих лет экспериментов, без успеха, с невероятной помощью, удивительных людей, мне удалось это сделать. Пишет автор. То есть, это всё, ребята, переводят мне Яндекс, поэтому перевод тут не особо. Но хотя бы нам всё это понятно, правильно? Вот, он всегда хотел изменить, как выглядит SkyWay. Теперь это возможно. Я просто сделал утомительную работу, и это всё возможно благодаря Эдун Копта, Эберда Тэда Лост. В общем, он там кого-то благодарит, который помог мне, чрезвычайно, также большое спасибо, Раймастеру и Гленд Мон. Эдун Копта, и всем донорам, которые помогли мне это самое протестить, там свой вклад внести, вот. Он тут объясняет установку, там, чтобы у вас ошибки разные не выходили. Но, я просто всё в дату кинул, и всё. В общем, гениально, обупенно, шикарно. Я просто похлопаю. Ну и последний на сегодня мод, ребята, у нас по классике идёт спутница. Вот такая шикарная эльфийка. На ней новая бронька, я тоже на неё ссылочку кинул в описании, обязательно оставлю. Изначально она у вас будет без броньки в обычной одежде. Она будет в реверуде, вас ждать в таверне. Так что найдёте, не забудитесь. Ничего ей не нужно добавлять, просто скачиваете спутницу и кидаете в дату. Личико симпатичное. А бронька идёт отдельно, как я уже сказал. Это изменённая броня клинков. Сделали бронелифчик из нормальной брони. Осуждаю, не одобряю, но выглядит шикарно, скажи. Ещё я ей дал бич клинков. Оружие. Под клинков, под броньку. Кста, груди трясутся, видал? Могу, ибо. Для этого и скачал. А что, обладел? В общем, ребята, если тебе понравился видос, ставь лайкос. Подписывайся на канал, ещё и ты не подписан. Ну а я, а я пойду, пожалуй, в таверну. А со своей спутницей... Твою мать, тот Говард, ты что тут сделаешь? Ау, эээ, муа. Крафт, о, о, я левитирую. Па-па-па-р, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ой. Тебе здесь не рады. А... А чё ты голая? Ой, сорян, я не вовремя зашёл. Не раз предупреждайся. О-хо-хо. Субтитры сделал DimaTorzok